Около полутора тысяч кубометров воды в Вологде ежедневно уходят в никуда. Это вода из водоразборных колонок, за которую потребители отказываются платить. В итоге предприятие терпит миллионные убытки. На онлайн-конференции, прошедшей Вологдопортале, об этом рассказал генеральный директор Вологда Горводоканала Александр Присяжный. Подробности смотрите далее. Около двухсот водоразборных колонок действуют сегодня в тех частях города, где водопровод не подведен в дома и квартиры. Жители таких домов по закону должны заключать договор с поставщиком воды и оплачивать ее. Однако на практике из 30 литров воды, взятых из колонок, оплачивается только один. И все чаще жители частного сектора расторгают договоры с водоканалом. Был такой прецедент на улице Ананина. Все пришли, нам воды не надо. Хорошо. Все расторгли договоры. Мы убрали колонку, пошли жалобы, почему убрали колонку. Потом выясняется, оказывается, всем нужна, но платить никто не хочет. Хотя сумма за пользование колонкой у жителей 300 рублей в год. Еще один канал, по которому вода уходит в никуда, это дачники и жители окрестных поселений, которые приезжают с большими баками и бочками и набирают воду для своих нужд. Плюс желающие помыть машину бесплатно, прямо около колонки, что противоречит всем санитарным нормам и правилам. При этом люди забывают о том, что вода проходит очистку и подается в колонки, пригодной для питья. В итоге Вологда-Горводоканал несет большие убытки. Это не один миллион рублей в год, а вообще потери на колонках полтора процента от общего водопотребления города. Если город в среднем потребляет порядка 100 тысяч кубометров в сутки, то полтора процента – это полторы тысячи кубометров в сутки. Воды утекает на колонках просто мимо. Главный метод борьбы с такими неплательщиками – подведение воды непосредственно в квартиры, а также установка электронных колонок. Сейчас предприятие тестирует два подобных прибора. Взять воду в такой колонке можно только с помощью электронной карты, на которую предварительно нужно положить деньги. В ближайшие месяцы две электронные колонки будут установлены в тех точках города, где расход неоплаченной воды самый большой.